Ну что, мои хорошие, я вас приветствую, и сегодня я предлагаю поговорить о целибате. Целибат — это сексуальная аскеза или сексуальное воздержание. Также его относят к обету безбрачия. Чаще всего, конечно же, эту технику практикуют те, кто развивается в сфере духовности. Это либо священники, либо монахи, либо обычные люди, которые просто-напросто хотят максимально накопить энергию, очиститься и стать более возвышенными. Сегодня я вам предлагаю поговорить о том, какой смысл этой практики, посмотреть плюсы и минусы, да-да, минусов там тоже много, ну и в целом поговорить, что это такое, что происходит с человеком на энергетике. Я, как всегда, буду с вами делиться очень интересными подробностями. И, естественно, я расскажу о своих интересных случаях. Чаще целибат практикуют мужчины. У женщин с этим не так все сложно обстоит, так как женщины намного проще выдерживать сексуальное воздержание. Я знаю очень многих женщин, которые год, два года, три года абсолютно спокойно это все переносит, и у них даже порой мысли не возникают. И я лично на своем примере это могу тоже подтвердить, потому что в моей жизни это тоже было, и, кстати, совершенно не тянуло. Это такова природа, но не все женщины такие, конечно же. Но, тем не менее, среди женщин это встречается чаще, и мы переносим. Это намного более спокойно, то есть это не так сильно нажмет. Лично для меня больше всего не хватало именно душевной близости, нежели физической. И душевная близость у меня всегда была в приоритете. Я знаю много других женщин, которые рассуждают точно так же, как и я. Но не суть. Сейчас мы вернемся к целебату. И что хочу сказать. У меня огромное количество знакомых, которые его практиковали. И целебат это не всегда воздержание на всю жизнь, то есть такой обед безбрачия, который человек держит вот с момента его заключения и до самой своей смерти. Таких я не знаю, честно. Я не знаю ни одного такого человека. Если вы знаете, расскажите об этом. Мне будет очень интересно послушать ваши истории. Ну и вообще, напишите в комментариях, практиковали ли вы целебат. Вообще, как вы к этому относитесь. Считаете ли вы это действительно духовной практикой? Или это чья-то такая прихоть, навеянная новомодными течениями духовных мастеров? И, соответственно, да, чаще всего это делают мужчины. И они мне периодически эти истории рассказывали. В общем, я хочу сейчас высказать свое мнение и подробно охарактеризовать эту духовную практику. Итак, мои дорогие, прежде чем практиковать целебат, я хочу сделать сейчас акцент, что к этому нужно относиться осознанно. Друзья, это не просто так с бухты барахты. И не просто это в принципе осуществить, тем более если речь идет о сексуальной разнузданности. То есть если человек привык заниматься сексом регулярно, это своего рода для него разрядка энергетическая, то он так просто от него не откажется. Для него это будет ломка. Есть даже медицинский термин сексуальная абстиненция. То есть это синдром отмены, который в буквальном смысле человека разрывает на куски. И здесь действительно нужно подходить к этому осознанно. Нужно перепрошивать свой ментал. Либо изначально обладать не супер такими повышенными желаниями. Есть такие мужчины, которые, так сказать, умеренно к этому относятся. А есть мужчины, которые чрезмерно это культивируют и почему-то считают, что это какое-то достоинство. Хотя, честно говоря, я так не считаю. Я сегодня обосную свою точку зрения и расскажу почему. Но, тем не менее, среди мужчин это часто практикуется. И для таких, кто чрезмерно в свое время этим занимался, для них это будет очень сложно. То есть для них целебат противопоказан. И в буквальном смысле у таких людей начинает сносить крышу. Я сегодня подробно еще коснусь этой темы. А пока что хочу сказать о самой практике. У нее много плюсов. Давайте посмотрим с энергетической точки зрения, что такие механизмы происходят. Когда человек получает сексуальное удовольствие с его пиком, то есть с оргазмом, то он выплескивает огромное количество энергии. Да, в какой-то степени это хорошая разрядка энергетическая, когда нужно снять напряжение. Но часто за счет сексуального удовольствия человек снимает не то напряжение. То есть то напряжение, которое ему действительно нужно снять, оно бывает самое разное. Например, напряжение по поводу взаимоотношений, напряжение по поводу накопленной злости. Или напряжение из-за того, что у человека много задач, которые он не выполняет, они его в буквальном смысле сжирают. У человека как будто бы себя обманывает. Он компенсирует это сексуальной разрядкой, но проблема, по сути, никуда не уходит. И здесь, в этом случае, он просто сливает энергию, энергию совершенно другого качества. При этом он еще больше истощается. Да, он минутное какое-то освобождение получает. Ему кажется, вроде бы, как бы мне стало полегче. Но не тут-то было, чем быстро основное напряжение возвращается, а энергии уже нет. О том, что это слив энергии, сигнализирует и тот факт, что, например, тем же спортсменам перед важными тренировками и матчами не разрешают заниматься сексом. Я думаю, вы все прекрасно об этом знаете. И это очередное подтверждение, что во время семи извержения идет действительно огромный слив энергии. Человек расслабляется, он теряет тонус. Он становится вялым, ватным и не может уже более качественно выполнять какие-то физические или даже умственные задачи. По поводу умственных задач, то здесь тоже порой нужно концентрироваться. И великие идеи не всегда рождаются из суперослабленного лежания на диване и состояния вялой тряпки. Да, мы прекрасно это знаем. И по поводу того, что практика целебата действительно концентрирует энергию, делает ее более качественно. Это абсолютная правда. Практика целебата даже улучшает память. И это способствует тому, что энергия, которая копится во второй чакре сексуального плана, она может быть сублимирована. То есть эту энергию на самом деле мы можем тратить, но тратить на что-то более полезное. Например, мы можем ее переводить в творчество. Сублимация – это когда энергия меняет качество и выходит через другие аспекты жизнедеятельности. В данном случае мы сексуальную энергию можем переложить в творчество. И если во время секса мы ее просто выпрылескиваем в пространство, то во время творчества мы создаем шедевры. Ведь так, друзья? То есть мы ее переводим уже в конкретные материальные объекты. Если мы переводим энергию, например, в умственную деятельность, то мы можем создавать интеллектуальные продукты, проекты какие-то, стратегии. В конце концов, книгу можем написать. Это уже будет более полезно. И эта энергия будет воплощена в конкретный продукт, который в дальнейшем пригодится вам и окружающему миру. Все прекрасно, не так ли, друзья? И это действительно подтверждение того, что данная техника очень полезная, она работает, и она, если вы умеете все-таки сублимировать, да, она действительно приносит большую пользу. Также у человека становится больше личной силы. Я лично это проверяла на практике, и общаясь с такими людьми, я очень часто замечала, что их мысли, они более концентрированы, и влияние этих мыслей на пространство намного сильнее. То есть если у среднестатистического человека идет определенный какой-то импульс, то есть энергия по какому-то конкретному вектору, как правило, этот вектор имеет достаточно слабую энергетическую направленность. То есть элементарно этот всплеск будет не сильным. У человека, который копит энергию, когда ее много, его мысль носит уже более сильный характер. И здесь получается полноценное магическое воздействие. Этот человек может в буквальном смысле слова влиять на реальность, влиять на других людей, влиять на самого себя, трансформировать свои какие-то ментальные, астральные или эфирные конструкции. То есть это действительно уже такая полноценная магия. Более того, скажу вам по секрету, не все это делают для духовности. Некоторые конкретно применяют это как магическую практику для того, чтобы эту самую личную силу наработать. Все мы прекрасно знаем, что маг должен иметь личную силу. Без личной силы он в принципе ничего не сможет. Даже элементарный заговор у него не получится, потому что ему не хватит энергии и запала, чтобы его осуществить. Чтобы дать мощный импульс, выбросив ее в пространство или в подсознание. Неважно, куда это выбрасывается, он работает одинаково и туда, и туда. Но тем не менее, для того, чтобы эта сила была, эта энергия должна быть внутри. Если мы ее все время выплеским, расплескиваем, то, конечно же, такой большой силы не будет. И я очень часто при взаимодействии с людьми это ощущала, я люди очень хорошо чувствую. Я в буквальном смысле ощущала их эмоции. Они были мощные, как мощная волна она могла снести. И любая человеческая мысль, она запускала очень сильный такой энергетический поток. И здесь, конечно же, если человек обладает такой силой, он, конечно же, должен еще и свои мысли контролировать. Но это вопрос уже других практик. И здесь я, возможно, тоже когда-нибудь сниму уже другие видео. Так вот, плюсы здесь очевидны. Накопление силы, больше, так сказать, дисциплина. Потому что следить за собой, убирать вот эту всю разнузданность и расхлябанность, это может только волевой человек. Если человек тряпка по натуре, он, в принципе, никогда эту практику не выдержит. Он будет рабом своих желаний, его первая же ситуация просто собьет с пути. И он, так сказать, как бобик с высванутым языком побежит за первой попавшейся юбкой. Ну или штанами, если речь идет о женщине. Но все-таки, исходя из практики жизненной, мы с вами прекрасно знаем, что больше этому подвержены мужчины в силу определенных природных характеристик. Я сейчас это не осуждаю, просто это некие факты. Если говорить о метафизических аспектах, то у таких людей очень сильно укрепляется первая и третья чакра. И они становятся действительно очень сильными. Особенно для мужчин эти энергоцентры очень важны. Они действительно лучше достигают целей, эти люди. Они действительно более мотивированы. Они действительно могут свою жизнь более качественно менять. Если они знают действительно, чего они хотят, этот навык даст им возможность создать то, что они хотят реализовать. То есть это прежде всего тренировка принципа «могу» и тренировка принципа «творца своей собственной жизни». Здесь речь вообще в целом о дисциплине. То есть мы можем тренировать дисциплину через самые разные аспекты. Но сексуальное воздержание делает это очень быстро. Потому что, извините, уметь эту природную функцию переместить в какой-то другой аспект. То есть здесь речь не просто накопить эту энергию и держать ее на уровне второй чакры. Тогда она в буквальном смысле разорвет. Здесь речь о том, чтобы переместить эту энергию в другой центр и вывести уже в конкретное действие. Это сложная практика. Не каждый ее сможет сделать. Очень многие застревают на том, что их просто в буквальном смысле начинают разрывать. И им ничего не остается, как удовлетворить потребность. Чаще всего так и происходит. Но, друзья мои, здесь нужно, конечно же, подходить очень мудро к этому. Почему я и сказала про осознанность. И почему я сказала, что эта техника подойдет не всем. Потому что, к сожалению, очень многие срываются. Если человек не готов ментально, астрально, энергетически, психически, то в лучшем случае у него практика не получится. В худшем случае он может сам себе навредить. Какой может быть вред при сексуальном воздержании? В первую очередь это повышение раздражительности. Если человек не перевел эту энергию в другое русло, то он становится очень раздражительным, злым. В буквальном смысле начинает на всех кидаться. То есть он уже небезопасен для себя и окружающего общества. В единичных случаях для мужчин это может быть депрессия. Для женщин депрессия более частое состояние. Ну, кстати, женщин тоже может быть характерно раздражительность. И все мы знаем прекрасно поговорку про злых женщин, когда говорят, что они не до... Ну, я думаю, вы продолжите сами. Не буду это говорить на видео. Но суть понятна, да, что если у женщин нет партнера, она действительно становится очень злой. И таким образом через злость эта энергия выходит. Но наша задача вывести ее не через злость. То есть это такой неконтролируемый выход энергии. И наша задача вывести ее через что-то другое. Через творчество, через интеллектуальную деятельность или через любовь. То есть перевести это в душевную составляющую. Какие еще минусы могут быть? Может быть ухудшение здоровья. У мужчин могут в буквальном смысле слова возникнуть проблемы с эрекцией. У них ухудшается качество спермы. Может появиться простатит. Даже может произойти кислородное голодание. Из-за купорка холестериновыми бляшками. Да, такое тоже может быть. И поэтому, если вам действительно, как говорится, это не к спеху, практиковать эту практику я не рекомендую. И очень часто многие бегут за какими-то высшими идеалами, совершенно не будучи к этому готовыми. Потому что тем самым человек как бы отрицает реальность. И он говорит, нет, реальность плохо. Я здесь не справляюсь с этим. Но очень часто он не может признать тот факт, что он просто здесь не может играть по правилам. А он пытается убежать в какие-то иллюзорные составляющие. Как будто бы там будет лучше. Вот я сейчас вот хапну этой энергией, стану великим магом, и тогда вся реальность мне даст. Он пытается обмануть систему. Но система на самом деле очень мудрая штука. Она очень часто оказывается хитрее. И тем самым человек, если он делает это не от чистого сердца, не действительно из настоящих духовных побуждений, когда он уже готов. Потому что когда он готов, у него это очень легко получится. И непринужденно, он не будет себя истязать и мучить. Он очень легко войдет в эту практику и сможет ее выдержать. И это очень важный показатель, почему я и сказала в самом начале, что осознанность здесь очень важна. Если же человек делает это принудительно, то система его сломает. Прежде всего, своя собственная, свои собственные потребности его перевернут, и у него начнутся либо личностные расстройства, либо физические. Поэтому, друзья, я не рекомендую эту технику делать неподготовленным ребятам. И здесь речь не о том, что я высокого уровня, я сейчас буду практиковать салибат, а я недостоин. Нет, здесь речь не об этом, просто всему свое время. Каждый этап он хороший. И в жизненных реалиях тоже очень много интересного. Более того, я считаю, что, извините, жизнь, она не для слабаков. Вот как раз таки. Чтобы в нее тотально погрузиться и действительно сыграть по всем правилам. Для этого нужно обладать очень сильными характеристиками, чтобы не сломаться и выйти еще и победителем, хотя бы для самого себя. Поэтому, вот я надеюсь, вас это замотивирует. И я в свое время тоже, когда пыталась убежать в духовность, и потом поняла, что я на самом деле проявляю слабость, я просто убегаю от реальности. И вот после этого я абсолютно осознанно вернулась обратно и начала дорабатывать все текущие задачи. И вы знаете, так намного интереснее. Она более яркая, она более красочная. И здесь намного более интереснее и быстрее можно наработать самые разные качества, которые нужны нашей душе. А что касается женщин, вреда для женского организма, если женщина очень долго держится от секса, то у нее могут возникнуть застойные явления в области таза. То есть точно так же накапливается энергия, которая может вылезти в самые разные заболевания. Все мы прекрасно знаем, какие. Очень часто женщины с этим сталкиваются. Всевозможные миомы, поликистоз яичников, онкологические заболевания и так далее. Их очень много разных. И с этим тоже нужно быть осторожнее. То есть сексуальное воздержание здесь только вредит. И все мы даже знаем тоже одно из поговорок, что секс для здоровья. И на самом деле это так. Если, как говорится, вам не к спеху, даже и не думайте о воздержании, потому что это приведет лишь к минусам. Ну и тоже определенного рода комплексы могут возникнуть. Определенные психологические и психические расстройства могут возникнуть. В том числе, если вы смотрели видео с секс с сущностью, это тоже одна из причин сексуального воздержания. Женщина, чаще женщина. Да, у мужчин это реже бывает. Чаще это у женщин происходит. Она в буквальном смысле создает себе теневую структуру, которая ее же и начинает, извините, сексуально домогаться. И в буквальном смысле использует. На самом деле это все вытесненные желания и сексуальные потребности. И человек просто не хочет на это открывать глаза. Он в буквальном смысле создает этого демона сам. И здесь, конечно же, многие начнут сейчас спорить, я прекрасно знаю, но это уже более высокий уровень, когда мы понимаем, что мы сами это создали. Это не просто какой-то злой демон нас домогается. Это все создали мы сами. Просто мы старательно и очень долго на это закрывали глаза. Но здесь не только воздержание. Здесь еще и запреты на определенные виды сексуальной активности. или, например, когда человек живет с нелюбимым партнером, а на самом деле у него есть чувство и желание в другом. Но он себе очень сильно это запрещает. Здесь вопрос не в том, чтобы, так сказать, кинуться во все тяжкие, но это нужно каким-то образом решать. И, кстати, да, я еще сказала по поводу того, что если у человека много партнеров, то есть есть сексуальная распущенность, то что здесь может быть? То есть такой человек энергетически грязный. Мало того, что у него большой риск венерических заболеваний и спида в том числе, так и энергетически он тоже очень грязный. У него и флора меняется, у него и энергетика меняется. Если честно, вот не хочу никого оскорбить, но, например, для меня, если у мужчины очень много сексуальных партнеров, он для меня уже не сексуально привлекателен. Абсолютно. Потому что вот я это ассоциирую всегда с грязью, всеядностью такой. Особенно, когда мужчина ходит к легким женщинам, это просто вызывает, извините, отвращение, но это так. Ну и женщин тоже самое. Конечно, и такие сценарии у нас есть в большом количестве, но когда ты видишь это изнутри, что это из себя представляет, какие там энергии намешаны, как это выглядит, то, конечно же, связывать жизнь с таким человеком не захочется. А мне в свое время повезло, у меня муж был девственником. Когда мы с ним познакомились, он у меня младше на 8 лет, и вот так получилось. Я этим горжусь, хотя это получается какая-то мужская позиция, обычно все наоборот. Но вот в моей жизни так произошло, вот я вот сейчас с вами делюсь, и в этом плане я уверена на 100%. Здесь хотя бы есть определенная уверенность, что человек чистый в физическом и энергетическом плане, хотя бы на уровне второй чакры. И еще хотела тоже рассказать про то, какие минусы бывают, когда человек чрезмерно себе запрещает секс, и при этом он к этому не готов. Когда человек взращивает этот фантом и тени, она его не только во сне или перед сном начинает атаковать, даже среди бела дня у человека появляется очень сильное сексуальное желание. Даже для этого не было никаких предпосылок. То есть он не видел каких-то картинок или какой-то объект противоположного пола, который вдруг его заинтересовал, или какие-то воспоминания о каком-то, кто для него сексуально привлекателен. Этого всего не было, и вдруг на него может нахлынуть волна сильного желания. И я, кстати, с этим тоже сталкивалась, я потом с этим разбиралась, и мне многие люди об этом писали. Чаще всего они, конечно, списывали на какое-то воздействие, что это не мое, это точно не мое, это люди за пультом, это кто-то вот меня сейчас разводит. Каждый своего кого-то у вас подозревает. Кто-то Иван Иванович, кто-то людей за пультом, кто-то вселенскую систему, а кто-то рептилоидов. Понимаете, у каждого своя картина мира. Но суть здесь в том, что на самом деле мы сами создаем вот эти энергосгустки, которые прорывают в нас в самый неподходящий момент, даже среди белого дня. То есть тем больше мы взращиваем эту самую тень, этот фантом, тем больше шансов, что он в любой момент начнет нас таким образом атаковать. А представьте, что это может происходить в самый неудобный момент, когда вы находитесь, извините, где-нибудь в коллективе или едете в общественном транспорте. Причем у людей бывает даже до финалов. То есть представляете, в какой степени бывает воздействие. И это не только от сексуального воздержания, но и также от запретов на определенные виды сексуального взаимодействия. Ну и бывает также, что, например, нетрадиционная ориентация. Чаще у мужчин это табуировано, ну вот почему-то так сложилось. И если они себе очень сильно это запрещают, ну вот он такой по природе родился. Я не то, что их защищаю, а не то, что я реально наблюдала. И вот он себе это запрещает, запрещает, а ему хочется, его разрывает. И вот эта часть, она уже становится бесконтрольной, в буквальном смысле начинает его атаковать вот таким уже принудительным образом. И в этой ситуации я считаю, что наоборот не нужно это сдерживать, нужно себе это позволить. Но опять же, с постоянным партнером, да, я за то, чтобы партнер был постоянный и отношения были более чистыми, более качественными. Да, с постоянным партнером не так легко, друзья, потому что там самые разные ситуации могут возникнуть. И надоедает, и хочется что-то свеженького. А вот как раз таки, да, слабаки убегают, а люди, которые посерьезнее, посильнее, они будут как раз таки делать это более разнообразным. Это сложнее, да, но качественнее. Поэтому подумайте об этом. А, извините, убежать вот просто так и прыгать от юбки к юбке, ну, извините, это, кажется, дурак может. А наша задача здесь все-таки выбирать себе по силам какие-то уроки, отыгрывать их, а не так, что, знаете, прохалявил и свалил. Все понятно тогда, все понятно. И в этой ситуации сразу видно содержание человека. Ну, просто как бы не смог, и его желания, и его делают рабу. Поэтому, да, друзья, желаю вам, чтобы вы смогли наладить свою сексуальную жизнь, оценить ее. Напишите, пожалуйста, что вы считаете по этому поводу. Возможно, у нас будут противоречивые мнения, такое тоже бывает. Мне будет интересно послушать ваши истории. Мне очень нравится, когда вы приводите конкретные примеры. Не просто так, что вы какое-то отношение выразили, какой-то слэфи высказали, да, а конкретно привести ситуацию, рассказать о ней. И мне всегда очень интересно почитать. Вы делаете и для себя, и вам приятно выговориться, и мне приятно почитать, ознакомиться, и окружающим тоже, возможно, вы найдете единомышленников. Поэтому обязательно пишите. И, как всегда, напоминаю вам про распродажу курсов. Времени остается мало. До 31 декабря действуют скидки на мои курсы. По всем вопросам пишите Света Зару. С вами была Ирина Гостева. Всем пока-пока. До новых встреч!